В эфире новости о самом важном в политике, в социальной сфере, культуре и спорте расскажем прямо сейчас. Меня зовут Алексей Дудин. В этом выпуске вы увидите. Жителям дома на тракторной отключили газ. При том, что за голубое топливо они платят исправно. Кто виноват и что делать? Наша съемочная группа нашла ответы на извечные вопросы. У меня нечем готовить. Мультиварки нет. Хожу к сестре. Он соседка разогреет. Жалуетесь на невывоз крупногабаритного мусора? А в правильном ли месте он лежит? Главный жилинспектор не спешит во всем винить нового мусорного оператора. Что иногда наблюдаем, выезжая на проверки, что КГМ, твердые коммунальные в виде крупногабаритных отходов, они складируются не на специально отведенном месте, а, например, рядом с контейнерной площадкой. Пустите, а то угорите. Прямо под носом ОМЧС нашли дом с изношенными дымоходами. Весь этот угарный газ будет оставаться в квартирах, и люди просто-напросто смогут задохнуться. ДТП с большегрузом в Петушинском районе. Около 11 вечера в районе деревни Новая Анина в аварию попала фура Скания с полуприцепом. Это произошло на 115-м километре трассы М7 «Волга» в месте проведения дорожных работ. По предварительной версии водитель 59-го года рождения наехал на бетонные блоки. Вероятно, мужчина мог задремать за рулем. В результате ДТП водитель с диагнозом рваная рана лица находится на амбулаторном лечении. Транспортное средство получило механические повреждения. Также повреждены 17 бетонных блоков. В отношении водителя составлен протокол по статье 12.33 Кодекса об административных правонарушениях за повреждение дорожных сооружений. Также составлен административный материал по части 1 статьи 11.23 за управление транспортным средством с неработающим тахографом. Мы еще раз обращаем внимание водителей грузовых и пассажирских транспортных средств на соблюдение режима труда и отдыха, скоростного режима движения, особенно в местах проведения дорожных работ. Таксисту, протаранившему автомобили на посту ДПС, сменили приговор на более суровый. Речь идет о водителе, из-за которым гнались полицейские в феврале прошлого года. Таксиста из Волгограда Михаила Щербакова ловили на М7 несколько часов. Начиная от Коврова, водитель не реагировал на требования остановиться, гнал по встречке и врезался в машины. Двигался он в сторону Москвы. В Юрьевце на посту ДПС дорожные полицейские попытались нарушителя задержать и выстрелили заслон из машин гражданского населения. Но после столкновения с двумя автомобилями Щербаков снова нажал на газ. Как установил суд, бампером своего автомобиля нарушитель зацепил ногу сотрудника полиции. Поймать любителя скорости удалось только в Лакинске. После задержания на таксиста завели уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Экспертиза показала, что Михаил Щербаков не был пьян и не находился под действием наркотиков. Однако сам нарушитель настаивал на провале в памяти. Я не помню. Я помню только тогда, когда я заехал на АЗС после Греховца. И всё. Больше у меня память восстановилась тогда, когда меня приковали к машине. Думан на дверях. Всё. Память на этом восстановилась. Щербакову 1990 года рождения назначили психолога психиатрическую экспертизу. Та показала, что со здоровьем у молодого человека всё в порядке. И он в полной мере мог осознавать общественную опасность своих действий. Впрочем, когда дело дошло до суда, то Михаил Щербаков получил всего лишь штраф в 70 тысяч рублей. Тех двух месяцев, что Щербаков просидел под стражей. Пока шло следствие, судья, видимо, посчитал достаточными. Гособвинение подало апелляцию, поскольку настаивало на реальном сроке лишения свободы. В настоящий момент, рассматривая апелляционное представление прокурора, суд согласился с доводами апелляционного представления прокуратуры и ужесточил приговор, назначив наказание в виде реального лишения свободы на срок полтора года с отбыванием в колонии общего режима. Также судом было назначено дополнительное наказание, которое также просила прокуратура. Наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на два года. О том, что такое жить без газа, отлично знают эти люди. Голубого топлива в 36 квартирах дома на улице Тракторной нет уже несколько дней, говорят жильцы. По словам Любови Шурыгиной, от газа жителей отключила газовая служба. Третий день без газа уже, поворачиваем, газа нет. Как готовить вообще? Всё. Нету газа. Не разогреть, не приготовить. А ведь в доме живут и семьи с детьми, и люди преклонного возраста. Многим из них приходится выкручиваться и ходить либо к соседям, либо к родственникам. Хорошо, у меня электрический чайник. Я какой-то там чай разогрею, да? Согрею, включу. А так вот, всё, я никак, у меня нечем готовить. Мультиварки нет. Хожу к сестре. Он, соседка, разогреет. Евгений Шамшинов тоже среди отключённых. Он рассказывает, всё случилось во вторник, 18 февраля. Тогда у двери подъезда появилось объявление. В нём указано, что после поступления заявки о запахе газа в доме, подача голубого топлива была прекращена на четырёх стояках. Житель позвонил газовщикам. Они ответили, что не могут попасть в некоторые квартиры, а следовательно и возобновить подачу газа. Вот главный инженер говорит, обеспечьте нам допуск в эти квартиры. Я говорю, ну я не правоохранительный орган какой-то, как я могу лично вам, или мы просто простые жители этого дома, можем обеспечить доступ в эти квартиры. У нас, говорю, нет таких полномочий. Пусть эту проблему решает управляющая компания. А управляющая компания что говорит? А управляющая компания говорит, мы газом не занимаемся, занимается Влад Регион ГАЗ. Лично неприкосновенно, и мы туда попасть не можем. У нас единственная обязанность при угрозе жизни и здоровья – отключить газ. Всё. Когда причина устранена и выявлена, мы должны газ включить. Других действий мы не совершаем. Доступ в квартиры должна обеспечить управляющая компания, считают в газовой службе. Но директор управляшки так не думает. По мнению Антона Кириллова, газовщики просто таким образом пытаются воздействовать на тех, кто ещё не заключил с ними договор на обслуживание газового оборудования. Газовики со своей стороны всё скидывают на управляющую компанию. Управляющая компания вам должна предоставить доступ. Но мы, к сожалению, не можем зайти в квартиру. Потому что, ещё раз, зайти в квартиру можно только по судебному решению. Я думаю, это ранг законодательства. У нас есть подозрения о том, что газовые службы, не имея договоров, то есть в определённых квартирах специально это отключают, чтобы была такая, так называемая, паника у жителей, и они заключали договора. Ещё раз, это мои просто предположения. Так кто же всё-таки должен обеспечить доступ в квартиры? В качестве арбитра этой непростой ситуации выступила общественная организация ЖКХ «Контроль». Её вердикт однозначен. Решить проблему должна не газовая служба, а управляющая компания. Если в квартире нет доступа, значит, она в судебном порядке должна решить этот вопрос. Завыщики правильно говорят. Мы не убедимся в том, что все краны закрыты и всё там исправно. Они пустить газ не могут. Если всё взорвётся, кто будет отвечать? Общественники предлагают жителям, которые сидят без газа, обратиться в свою управляющую компанию письменно. Не ответить на обращение управляшка не имеет права. А полученный ответ в последующем может принудить организацию к выполнению её обязанностей. Либо через суд, либо через обращение в надзорные органы. Алексей Домнин, Александр Бажаров, 6-й канал. Как надо выбрасывать крупногабаритный мусор? Сегодня этому вопросу главный жилинспектор области и директор департамента природопользования посвятили целый брифинг. С января в жилинспекцию пришло порядка 50 жалоб на невывоз КГМ. В основном они поступали из новостроек, в которых жители делают ремонт. Регоператор от ГЖИ за невывоз крупногабаритного мусора получал предписание. И по словам главного жилищного инспектора Елены Андреевой, мусоровывозящая компания жалобы отработала и увезла крупногабарит из всех дворов. Впрочем, как выяснилось, на брифинге жилинспекция в очередной раз встала на защиту регоператора. Часть жалоб на невывоз КГМ надзорный орган переложил на совесть управкомпаний, которые не объясняют жителям, как надо правильно складировать крупногабаритный мусор. Что иногда наблюдаем, выезжая на проверки, что КГМ, твердые коммунальные в виде крупногабаритных отходов, они складируются не на специально отведенном месте, а, например, рядом с контейнерной площадкой, где-то на придомовой территории. Вот то, что лежит на придомовой территории, ответственность по содержанию, скажем так, чистоты и порядка придомовой территории, она лежит на управляющей организации. Это не значит, что управляющая организация должна заключить дополнительный договор, либо с регоператором, либо с кем-то иным, для того, чтобы эти крупногабаритные отходы вывезли. Она должна обеспечить, чтобы эти крупногабаритные отходы находились в нужном месте для их складирования, и чтобы не образовывалось скопление их в ненадлежащем месте. Предупреждён, значит вооружён. Сотрудники МЧС и Добровольного пожарного общества провели профилактический рейд в одном из многоквартирных домов на улице Краснознамённой. Проверяли работу вентиляционных каналов и дымоходов. С жителями проводили разъяснительную беседу и напоминали правила пожарной безопасности. Много случаев и отравления угарным газом, да, всё слышали, да, всё видели, поэтому будьте внимательны, если какие-то там нарушения, что-то выявляйте сразу специалистов, призывайте, чтобы всё было справедливо. В большинстве квартир, в которые заходили проверяющие, полно недочётов. Главная беда – вентиляционный канал забит песком и мусором. Дымоходы и трубы, расположенные на крыше дома, в плачевном состоянии и требуют капитального ремонта. Информация о сильном износе труб и дымоходов направлена в управляющую компанию. Через эти вентиляционные каналы должны уходить все продукты горения и угарный газ, который выделяется при работе данной газовой колонки. Если, к сожалению, он будет в неисправном состоянии, то есть тяга будет отсутствовать, то, соответственно, весь этот угарный газ будет оставаться в квартирах, и люди просто-напросто смогут задохнуться. Продолжаем выпуск и далее расскажем о других событиях, которые случились в нашем городе и области. Не пропустите, мы говорим о том, что происходит рядом с нами. Прямо сейчас вы увидите. Кто делает город красивее? В мэрии подвели итоги конкурса на лучшее праздничное убранство предприятий, учреждений и территорий. Мы же все гордимся нашим городом, да? И нам хочется, чтобы он был самым красивым, самым светлым, самым нарядным. Масленица идет, блины несет. Как проводить зиму, чтобы в марте она случайно к нам не вернулась? Обязательно у нас будут бои на подушках, на бревне. Будем, конечно же, мы пилить двуручной пилой на скорости. Продуманные формы, алмазный декор и удивительная цветовая палитра. В музее Хрусталя открылась выставка под названием «Стекла, связующая нить». Вы знаете, я не смотрю на то, что жизнь не очень простая, в ней очень много прекрасного. Отметили тех, кто делает город красивее. В городской администрации подвели итоги интернет-конкурса. Его название «Владимир – это мы! Новый год 2020». Конкурс проходил с ноября по январь. За самое оригинальное новогоднее оформление витрины или здания голосовали жители и конкурсная комиссия. Своё мнение можно было выразить в соцсетях на официальных страницах мэрии. К слову, материалы на конкурс могли подать как предприниматели, так и обычные жители Владимира, которым особенно понравилось праздничное оформление городских объектов. Всего организаторы получили 106 заявок от 30 участников. Главной задачей было придумать что-то оригинальное, привлекающее внимание. Мы всегда за то, чтобы наш город был краше и краше с каждым днём. И наша задача – максимально приложить к этому усилия. Мы стараемся и знаем, что городу это нравится, что есть люди, которые очень ждут нашего оформления. Победители определили в нескольких номинациях. Отметили лучшее оформление здания и прилегающие территории в целом, украшение интерьера, витрин, входной группы, а также использование праздничной символики. Победителей поздравили глава города Ольга Деева и глава администрации Андрей Шохин. Они отметили, что для внешнего облика Владимира и настроения его жителей очень важны подобные проекты. Мы уже привыкли к тому, что наш город узнаваемый, наш город привлекательнее становится с каждым годом. И мы работаем над тем, чтобы у нас туристический поток увеличивался. Ну а в зимние каникулы, когда вот это освещение, когда в центре города разные арт-объекты появляются, и когда наши организации, наши магазины себя подсвечивают. Ну, конечно, это замечательно. Тем более этой зимой, когда у нас так было пасмурно, нам хотелось именно этой яркости. Мы же все гордимся нашим городом, да, и нам хочется, чтобы он был самым красивым, самым светлым, самым нарядным, да. Вот поэтому мы обратились к нашим предпринимателям, чтобы они сделали, навели красоту вокруг своих учреждений. Мы на самом деле очень благодарны им за то, что они откликнулись. Я считаю, что это только первая ласточка. И сейчас будут с каждым годом повлекаться другие, другие, все больше, больше, больше. После чествования победителей в рамках круглого стола представители администрации и предприниматели обсудили, как современная наружная реклама и праздничное оформление влияют на облик города. Маргарита Махрова, Александр Мажаров, 6 канал. Владимир готовится к широкой масленице. Праздничные гуляния начнутся уже 29 февраля. В последнюю субботу зимы на открытой зоне отдыха у пруда на улице Закомиссарова пройдет большой семейный праздник. Золовкины посиделки. Гостей ждет выставка и мастер-классы по изготовлению игрушек. Без угощений и блинов гости точно не останутся. Праздник такой семейный предполагает какую-то домашнюю кухню. Поэтому без конкурса на самый вкусный блин, естественно, мы не обойдемся. И если у всех желающих есть какой-то рецепт уникальный блинов или кто-то умеет печь самые тонкие блины, мы всех приглашаем на наш конкурс «Самый вкусный блин». Кроме того, прекрасным дополнением нашей домашней кухни будет 150 литров домашнего борща, который мы приготовим прямо на месте, на костре. А вот в воскресенье 1 марта народные гуляни пройдут во всех парках города. В дружбе, загородном, центральном и добросельском. Владимирцев и гостей города развлекут концертами, программами, играми и мастер-классами. Будут работать ярмарки, а все желающие могут поучаствовать в блинном шоу. В каждом парке это что-то новое. В одном из парков это цветные блины. В одном из парков конкурс на фигурное поедание блинов. Я даже не знаю, как это будет выглядеть, но, наверное, очень весело. Надо прийти и посмотреть. То есть, конечно, прекрасное кушание и угощение, чтобы побаловать себя. Уже известно, что в центральном городском парке установят масленичный стоп с призами. Самые смелые смогут попытать удачу. Что касается сжигания чучела. При желании главную масленичную традицию во Владимире можно будет наблюдать несколько раз. В каждом парке она начнется в разное время. А закончится масленичное гуляние большим танцевальным флешмобом. Финалом как раз всей программы, игровой и концертной, будет танцевальный флешмоб «Блинный данс». Или дэнс, как правильно сказать. Такая зажигательная дискотека, веселая, с конкурсами для молодежи, чтобы немного подвигаться. Тем более погода сейчас позволяет. Праздничная площадка развернется и на площади Победы. Владимирцев и гостей города ждут различные фотозоны. Также организаторы приготовили конкурс масленичных фигур. В этом году его посвятили 1030-летию Владимира. По правилам фигуры должны отражать Владимир в разные исторические эпохи. Ну и какой же праздник без масленичных забав? Обязательно у нас будут бои на подушках, на бревне. Будем, конечно же, мы пилить двуручной пилой на скорость наши бревна. В этом году мы хотим установить новый ярмарочный столб, сделать огромное количество ленты. Будет у нас такая карусель, детская забава. По всему Владимиру масленичные гуляни будут идти с 11 часов утра и до самого вечера. Организаторы напоминают, провожать зиму нужно весело, чтобы в марте она не вернулась. Екатерина Корнилова, Александр Мажаров, 6 канал. Более 150 экспонатов из собрания Владимира Суздерского музея-заповедника, а также 80 предметов из частной коллекции. В музее Хрусталя имени Мальцовых в Гусь-Хрустальном открылась выставка под названием «Стекла, связующая нить». На ней представлены работы двух гусевских художников – Вячеслава Зайцева и Луизы Матасян. Они встретились в городе стеклоделов более 30 лет назад. Оба работали художниками по стеклу, не боялись экспериментировать с материалами и формами, привнося в традиционную гусевскую художественную школу индивидуальные черты. Луиза Матасян в 2001 году удостоилась звания «Лучший художник России по стеклу». Для нее, кстати, некоторые из представленных работ особенные. Работы, в которых есть какой-то фрагмент живописи. Потому что я все-таки живописец в душе, наверное, колорист. И когда я заканчивала Мохинское училище, бывшее Штиглица, мне сказали, понимаете, вы должны были быть живописцем. Как это вы оказались на стекле? Потому что у меня дипломная работа была из цветного хрусталя. Ну, так получилось. Продуманные формы, алмазный декор, а также удивительная пластика стекла в цветовой палитре. Можно с уверенностью сказать, что авторы внесли в традиции гусевской художественной школы собственные индивидуальные черты. По словам Луизы Матасян, вдохновение она черпает и с самой жизни. Вы знаете, несмотря на то, что жизнь не очень проста, в ней очень много прекрасного. Я стараюсь получать удовольствие каждого дня. И иногда мне хочется просто запечатлеть это. Пушистая красавица попала на видео. Речь о белке в лесной зоне парка Дружба. Зверька заснял любитель природы Сергей Волков. За животными он наблюдает давно. На этих кадрах видно, что белка заглянула в птичью кормушку, чтобы полакомиться семечками. Автор видео рассказал, что вычислил, когда обычно зверек приходит на завтрак. К этому моменту натурализм маскировал включенную камеру и спрятался в укрытие. Оттуда он и наблюдал, как белка поедает семечки. Теперь на это можем посмотреть и мы. В природе рассказывают специалисты, рацион у белок разнообразный. От семян и орешков до яиц и насекомых. К слову, эти осторожные зверьки в нашем городе не редкость. Белки тяготеют к хвойным массивам, больше к хвойным и довольно старовозрастным массивам. Конечно же, это будут обязательно какие-то примыкающие к городу территории природные. Которые пока еще сохранились. У меня данные с трех точек в городской черте. Это, во-первых, двор школы номер 36. Там зверяка видели. Это парк добросельский. И дворы прилегающих к нему домов жилых. И загородный парк. Вот там можно встретить белок. Белку можно кормить и семечками, и орехами. Можно кормить косточками от компота. Урюк, из которого мы варим компот, сухофрукты, они тоже вполне подходят к ней в пищу. К слову, шубку у белки на видео еще зимняя, серая. Она считается более пушистой и теплой, чем летняя. Чтобы не спугнуть грызуна при встрече, нужно вести себя осторожно. Не махать руками, резкие движения не делать. Особо не преследовать зверька. Вот ребенок может за ним, допустим, увязаться за зверьком. Догнать его все равно не получится. Если белку пытаетесь поймать, ни в коем случае нельзя хватать за хвост. Просто шкурка с хвостовых позвонков сдергивается. Потом хвостовые позвонки отваливаются, и зверек остается обезображенным. Это здорово, что ее можно у нас в черте города наблюдать. Это большой плюс. Надо держаться. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Вы стали свидетелем чего-то экстраординарного. Набирайте номер 366666. Если у вас есть темы для журналистских расследований, звоните по телефону 541030. Еще больше информации вы найдете на нашем сайте 6tv.ru. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи. Берегите себя и своих близких. Сегодня вечером во Владимире пасмурно, возможные осадки. Температура воздуха составит плюс один градус по Цельсию. Завтра днем во Владимирской области преимущественно ясно, без осадков. Столбики термометров покажут 3-4 градуса тепла. Ветер юго-западный со скоростью до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 90%. Видимость до 48 километров. Магнитное поле слабо возмущенное.